главная променада с ресторанами магазинами одежными бутиками уличными так сказать ну кому что кому что каждый находит все по своему вкусу а вот как его либо булочные изделия да и тут дом между прочим вкусные булки мы покупали на подтверждаю вот так ну вот ребята в одном из стримов из отпуска я говорил о ресторане атмосфера один из самых посещаемых ресторанов города бибионы на адриатике я говорил очередь стоит человек 30 до или метров 30 уже никому вот смотрите сами смотрите сами сколько людей хотят попасть в хорошую атмосферу здесь действительно очень крутая кухня офигительное обслуживание и зашибисная атмосфера ну а напротив вот пожалуйста вот площадь вот площадь с эстрадой где проводятся поздно вечером концерты вон магазин китайский которыми говорил он голуби дерутся на дереве между собой и там рубликовые магазины кстати машинки вон стоят я подойду потом поближе сфотографирую эти машинки электрокары их можно кстати купить и увезти с собой если есть возможность они имеют допуск к езде на дорогах европы вот ребята мы наслаждаемся прогулкой по променаде класс проехали ребятки магазины магазины рестораны гостиницы апартаменты люди собаки собаки люди вот отпуск в самом разгаре давайте посмотрим назад что у нас там люди гуляют после посещения пляжа после получения очередной дозы солнечного ожога народ гуляет веселиться отдыхает как там было в песне веселиться и ликует весь народ ну вот здесь то же самое отель германия три с половиной звездочки ну смотрится неплохо действительно смотрится неплохо а вот дорогой магазин с бижутерией и с серебром золотом и тут же ресторан от этого отеля германия ты ты Ой, сколько здесь всего продается. Просто глаза разбегаются. Да, да, да. Сумочки для сотовых телефонов. Шлепанцы. Раньше у нас они назывались вьетнамки. А вот один из дорогих бутиков. Здесь действительно дорогое тряпье продается. Ну, как дорогое? На витрине, конечно, цена одна. А заходишь в магазин, цена совершенно другая. Но, тем не менее, народ радуется и покупает. Кстати, вот здесь у нас магазин. Вот здесь, именно вот это вот, где стоят эти манекены. Очень классный. Владельцы местные итальянцы. У них очень хороший товар, очень хорошая одежда. Очень хороший трикотаж. Действительно качество. И цены соответствуют качеству. Я не говорю, что цены дорогие. Нет. Но, если вы хотите действительно качественную вещь, то, пожалуйста... Кстати, вон на лавочке сидит, в телефон смотрит. Вот это вот хозяин магазина. Рядышком с ним сидит, с очками на лбу. Это мужик просто. Видно его знакомый. А тот мужик, то хозяин магазина. И у них еще собака всегда в магазине сидит, отдыхает. В корзиночке. Какой обалденный здесь потолок. Слушайте, я даже не знаю, с какой стороны подойти к этому потолку. Обалдеть. Ой, какая красота. Это я в этом бутике в Глобусе. И вон хозяйка магазина стоит за кассой. Ой, цены вполне нормальные. Цены хорошие. Вот. Вот. Классное пляжное платье. Всего-навсего за 42 евро. 42 евро, пардон. Все по-немецки. Вот за 40 евро. Отличное платье. Ой, какая прелесть. Люблю магнитики. Обожаю магнитики. Так, это что? Это ерунда. Во. Черепашки. Ракушечки. Класс. Но у нас уже есть магнитики. А вот это вообще офигительные. Смотрите. Какая просто прелесть. Во. Это уже ближе к делу. Обалдеть. Как машинные номера. Винтажные 60-х годов. Слушайте, офигительная штука. Вот, блин. Какая классная вещь. Ох. Просто супер. Ай, какой красавец. Ай, какой ты красавец. Ай, ты какой красавец. Ты мой хороший. Ты моя лапа. Ты моя лапа. Ты моя лапа. Ай, ты красавец. Какой красавец. Обалдеть. Я знаю, что среди моих подписчиков и зрителей канала есть женщины. Вот женщины для вас. Смотрите, какие платья продаются. Классные платья. И комплекты целые. Как оно называется? Я не помню. Слушайте, я забыл. Да, в принципе, не важно же. Вот, пожалуйста. Вот такие вот платья продаются. Вот какая прелесть. Вот какой цвет. Расцветка. Тропическая. Тропики. Тропики. Классные платья. И цена. Вы не поверите, какая у них цена. Ну как, убедил? Приезжайте, покупайте. Слушайте, какая офигенная штука. Такой велосипед, блин. Не-не-не. Он не продается. К сожалению. Но. Блин, он рабочий. Он рабочий. Он рабочий, этот велосипед, блин. Обалденная вещь. Слушайте. Не, я бы не отказался на таком покататься. А чё? Фонтанная площадь города Бибионе. Все, кто здесь был, прекрасно знают, о чём я говорю. Все, кто ещё не был. Вот, пожалуйста. Магазинчики, магазинчики, бутики. Книжный магазин. Дальше под полосатой, там мороженое продают. Вернее, рядышком с полосатой мороженое продают. Очень классное, кстати. А дальше полосатой, там живые крабы, омары, лангустины, рыба и так далее. Можно прийти и купить. Сейчас этот магазин закрыт. Ну, а днём можно прийти и скупиться. Ну, а вот это вот ещё один комплекс апартаментов. Мачта корабельная с итальянским флагом. Естественно. С каким же ещё? Фонтанчики, фонтанчики. А вот это у нас целый комплекс с магазинами, игровыми автоматами. Там, на втором этаже, у нас ресторан. Да. По-моему, два даже ресторана. Вот. А здесь у нас магазины, 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 магазины. И около одного из этих магазинов. Да, вот я гладил сейчас красивого английского бульдога. Вернее, самку. Бульдожицу. Такая лапа, блин. Обожаю эту породу. Хоть у меня у самого Йорик, но английских бульдогов я просто обожаю. Не знаю, почему. Классные собаки, офигительные звери. Вот. Смотрим дальше. Вот у нас небо такое вечернее. Сейчас у нас 8 часов вечера. Народ вернулся с пляжа и побежал по ресторанам, по пиццериям. Кто куда. Если кто-то в гостинице снял себе места, естественно, они уже поужинали и вышли на сытый желудок погулять по городу. А те, кто в апартаментах и без питания, то они побежали по ресторанам и барам. О, а это у нас кто летит? Ну, конечно, это у нас обычный голубь полетел. Классно. Класс. Обалдеть. Просто обалдеть. Это что такое? Сен-Бернар. Десять. Нет, это что-то не то. Это что-то не то. Да. Ну, что я могу сказать, ребят? Что я могу сказать? Отпуск действительно обалденно проходит. Обалденно. После всего, что у нас там были мелкие там неполадки, мелкие неурядицы, это все ерунда, это все исправилось. Теперь у нас отдых идет полным ходом. Я успел сегодня даже на море загореть немножечко. Вот. А так гуляем по магазинам. Сейчас будем есть мороженое. Сейчас мы ее семейство погуляет. Может быть, купят какую-то обновку. Не знаю пока. Погуляем. Потом пойдем купим себе мороженое. Вот в том магазинчике, про который я говорил. Вот в этом магазинчике, там обслуживание действительно офигенное, классное. Люди, приходишь туда и люди с тобой разговаривают, как будто, ну не знаю, как будто твои знакомые, друзья, именно вот так вот к тебе обращаются. Даже если ты впервые приехал в Бибионы, они с тобой разговаривают так, как будто, ну не знаю, как будто родственники, брат, сразу располагают к себе. Вот в этом именно магазинчике с мороженым. Мы вот потом зайдем туда, я еще сниму, покажу вам, какие виды мороженого там есть. Это просто бомба. И, кстати, да, я хотел сегодня вот на стриме рассказать, но забыл, вылетел из головы, про местных кидалков. На улице работают местные кидалы. То есть, подходит какой-то чувак, предлагает, обнимает тебя, типа, друг, блин, чуть ли не брат, дай я тебе за дружбу подарю браслетик. Дарит браслетик, а потом говорит, слушай, чувак, плати деньги. Какие деньги? Ты же мне подарил. Слышишь, тут ничего никто не дарит. Плати деньги или я вызову полицию. И приходится за какой-то халявный браслетик платить минимум 5 или 7 евро. Вот так вот. Имейте в виду, если кто сюда приедет. Во! Пальма! Я же говорю, пальма, а там мужик на коне. Ну, мужика на коне нету. У нас есть мачта с флагом. Но пальма, вот она, пожалуйста. Одна, вот вторая пальма. Так что, ой, какие красивые цветочки, просто обалдеть. Если бы вы могли чувствовать запах через камеру, вы бы просто-напросто попадали, блин, от этого аромата. И вот снова о платьях. Вот какие фасоны, какие расцветки. Уже с бусиками. Хочешь, покупай с бусиками. Хочешь, покупай без бусиков. Вот такие вот комплекты продаются. Красиво. Какая прелесть. Вот, ребята, я вам говорил об этом магазине с мороженым. Ну-ка, что у нас здесь? Ой, манго и лайм. Обожаю мороженое из манго. Обожаю манговое мороженое. Класс. Класс. Офигительная вещь. Ну вот, в Луна-парк я точно не пойду. Не хочу. Не хочу. Хотя это вот туда. Это туда. Вот мы опять гуляем. Вечер. На променаде. Продавцы разные. Всякую ерунду продают. Вот эту ерунду, которую они продают сейчас, можно днем купить в магазине в три раза дешевле. Но они рассчитывают на фактор неожиданности. Поэтому пытаются это продать сейчас. Гуляем. Ой. Собачки. 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 А я до сих пор под впечатлением от английского бульдога. Классная зверюка. Сейчас мы возвращаемся к нашему месту, к нашим апартаментам. Будем проходить через фонтан вот этот цветной. И посмотрим, какого он цвета. Потому что вот уже несколько лет там цвет не меняется с вот этого сиреневого. Или лиловый, как он там. Ни на какой больше. Раньше там все это работало. А сейчас, наверное, оно сломалось. Ну, посмотрим. Посмотрим. И маленькие лесопедики едут. Матрица дала сбой. Ни голубого, ни зеленого, ни желтого цвета на этом фонтане почему-то больше нет. А вот теперь представьте себе. Из вот этих апартаментов за соснами люди хотят выйти на пляж. Им нужно пройти как минимум метров 800 до пляжной зоны. Это к теме о том, что я говорил на стриме, когда я его проводил. Нужно пройти метров 800 до пляжной зоны, которая находится аж вот там вот. И потом еще метров 200 по пляжу. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»